Возьмите меня к себе Я стреляю хорошо и курсы медсестры закончила тоже Ну нельзя мне назад, некуда мне назад Ты еще совсем малая Какая малая? Я в партизанах уже два года Хорошо, такие нам люди нужны Партизанское движение образовалось буквально в первые дни войны Кто-то оставался на оккупированной территории по заданию разведывательного управления генерального штаба А кто-то просто шел в партизанские отряды по велению души В 13 лет я умудрился сменять гармошку на наган И со слезами упросился в лесное братство партизан Вот так в 13 лет я оказался в партизанской группе Но в действительности это была разведгруппа От спецчасти оперативной разведки генерального штаба Красной Армии В составе трех человек они были заброшены сюда В глубокий оперативный пил немецких войск Для того, чтобы вести разведку и совершать различные диверсии В то время в партизанские группы, в отряды засылали всяких нежелательных лиц Агентуру немецкую под предлогом детей, евреев, женщин Так вот, я примерно проверялся с полгода А потом на меня поступила команда, приняв в состав группы Я стал бойцом этой группы, которая под кодовым названием называлась группа «Чайка» А какие конкретно задачи вам ставили? Я лично был связником Меня посылали на связь по определенным адресам Потом я был в диверсионной группе Участвовал в подрыве вражеского эшелона На перегоне между Держинском и Фанеполью Участвовал в засадах Наша диверсионная группа состояла из четырех человек Как мы доставали взрывчатку? Допустим, когда не было готовых толовых шашек Мы брали обыкновенный артиллерийский снаряд Вывинчивали взрыватель Ложили на костер И потихоньку выплавляли тол Оттуда он стекал Потом всю эту штуку приспосабливали на кусок доски или на фанеру И называлась это у нас бандура А в последнее время, перед операцией Багратион Я исполнял роль связного Потому что наша разведка работала возле Держинского узла железнодорожного Туда стекались все агентурные данные Наблюдение за перевозками Вы же были на оккупированной территории Как вам удавалось? Я даже проезжал возле немецкого гарнизона И там другой раз оттуда кричали Алло, партизан! Но не стреляли Видели, что пацан едет, понимаете? Но я все время ездил местами, где немцы не могли быть Могли быть, конечно, но я находил эти самые дорожки, тропинки Или лесом, или как-нибудь И вот проскакивал часть Узинского района Потом попадал в Копольский район И там деревня Свинка Вот возле этой деревни была наша база И оттуда наши передатчики передавали в центр Сведения, которые я привозил 3 июля я был в Минске Как раз только-только освободили город И я в Минске встретил свою сестру Она тоже была в партизанах Я как раз на минутку попросился Сходить на свою улицу А мы жили на улице Шорной Я прихожу туда, нашего дома нет Потому что там было гетто Его разобрали на дрова И смотрю, сестра идет На несколько минут встретились, переговорили А потом уже сестра с отцом встретились На партизанском параде А я уже был далеко Уже в Восточной Пруссии Был заброшен В составе другой группы джек Вы сказали про сестру Что она тоже была в партизанах То есть девчонки были очень активными участницами Она была 26-го года рождения Вот они, три девчонки С одного класса Это Галя Вторую звали Маля Маля это сокращенный Отец дал имя Маркс Ленин Сначала Выполняли задания Которые приносила им женщина Из партизанского отряда Там собирали медикаменты Расклеивали листовки А потом, значит Получилось так Что на явочной квартире Была организована засада И эту Галю и Малю арестовали И потом они погибли в Тростинце А вообще, почему вы решили Пойти в партизаны? Наверняка же что-то такое произошло У меня детство Какое-то Что под впечатлением Что хотелось совершить Какой-то героический поступок Ну а потом я хочу сказать Что нас воспитывали к тому Чтобы всегда Если что-нибудь случится Быть защитником Родины Судьба по-разному Сгладывалась у всех Потому что на моих глазах Я видел, как и расстреливали И вешали На моих глазах Вешали на комаровке Я лично стоял Видел все это А потом кто-то сказал Что вешали там в центре И на большом сквере И на улице Карла Маркса Я думаю, что мать моя Тоже же была в тюрьме Может быть Где-нибудь тоже я встречу Я побежал сразу на площадь На большой сквер Это возле Дома офицеров А потом пошел по улице Карла Маркса Сейчас там музей исторический что ли Возле стены этого музея Стало огромное-огромное дерево И вот на суху на большом Висело трое Двое мужчин и женщина И женщина была в таком пальто Как у моей матери Кофе с молоком Волосы растрепались Лицо было закрыто Поэтому я лица не видел И я близко не подходил Потом смотрю, что одна туфля Лежит на земле Одна на ноге И мои такие туфли носила Моя мать тоже Близко подходить я не решился А потом встретился с сестрой Она говорит Маму больше не ищи Ее тоже больше нет Ну вы знаете Это настолько было все Обыденно Что все Кругом столько было беды Столько всего Весь город лежал в руинах Столько смердей кругом Что это все как-то не воспринималось Трагически Мне кажется Вы прожили такую долгую жизнь Столько совершили хороших дел Потому что вы как раз Еще и за маму Жили и старались А вот моя дочка Оля Она говорит Тебя всю жизнь Охранял Образ матери Доброе утро Доброе утро Продолжение следует...